Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и мы продолжаем выживать в Stranded Alien Dawn на безумном уровне сложности. Перед просмотром, конечно же, желаю вам приятного аппетита, запаситесь вкусным чайком, кофейком, бутербродами и мы начнем непременно же. На эту серию план барабан примерно такой, нужно восполнить запасы камня, откуда-нибудь вот отсюда, я думаю мы их возьмем, добудем и пошлем сюда ракху. Почему? Потому что Кен будет заниматься разборками обломков космического корабля, надеюсь у него успешно это получится и мы наконец-то выйдем в сплавы металлов. Но ракха почему-то решил построить пол. Слушай, дружище, может не надо тебе это, может быть ты заберешь вот где-то у нас тут валялся камушек, остаточки перенесешь, 45 плюс 35 и потом примешься за добычу того камня? Ммм, как тебе идея? Куда ты пошел? А, ты же, да, 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 точно, ты же не сможешь пройти, если не... Хех, я совсем забыл, что у вас тут забрикадировано все. Да, я кстати вот одну из этих ячеек поменял, она была деревянная, теперь она тоже будет из сена. Сена у нас дополна? Ракха, что ты делаешь? Не надо ничего готовить, строй грунтовый пол. Вот, иди перетаскивай камень. А этот камень у нас... Кен, Катина решила перенести. Слушай, Катина, ты уверена, что тебе прям это надо? Может быть тебе лучше грядками заняться? Эмилин уже пошла на грядки, ну хорошо. Кен собирает ресурсы, он у нас в шляпе соломенной, посмотрите, какой красивый. Ну добей уж, добей, тут чуть-чуть осталось. Ну-ка, и что же это? Синтетическая ткань, я даже не знаю, радоваться или нет. Вроде бы, как бы синтетическая ткань дает нам возможность делать из нее броню. И, кстати, бинты из нее тоже можно делать. Но нам сейчас жизненно необходим, конечно, металл, да. А, что-то я не всех вижу. А, да, теперь всех вижу. Обжорство. Ой, а тебе мама в детстве не говорила, что обжорство это плохо? Потихонечку эмоциональное состояние наших ребят выходит в норму. И-и-и-и-и, Эмилин. Что-то уже наотдыхалась? Взбодрилась после разговора с Катиной? Серьезно, так вы подружайки теперь? Ну, славно, славно. Давай, иди сажай поле крокожника. Нам очень много нужно тканей, кожи. Нужно скорейшим образом декорировать тут все, выстраивать все дальше. Ой, девчата, а вы бы не хотели еще шляпы надеть, а? Вы же у нас фермеры все-таки. А соломенная шляпа это важный фермерский атрибут. Раха, ты закончил там грустить? Строишь брусчатку? Ой, какой ты молодец. Но ты такой бесячий временами. Иди забирай камень сначала. А потом уже достраивай. У нас сейчас Кен докушает, он сам эту брусчатку доделает. Да, Кен? Или что ты будешь делать? Собирать ресурсы. Не, дружище, давай уже закончим с брусчаткой, а потом ты будешь собирать ресурсы. Как раз прокачаешь немножечко навык строительства. Он у тебя тут на единичку. Возможно, когда-нибудь он будет двоечкой, и ты уже деревянные конструкции без проблем сможешь возводить, если вдруг у нас Раха будет вне зоны доступа чем-нибудь занят. И, 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 и. Эмилин рубит. А у нас что, еда есть? Есть у нас еда. Раха опять что-то не донес? Или донес? Донес. Агрессивные животные 39 на этот раз. Блин, как вы утруждаете меня? Ну, это же просто невыносимо. С другой стороны, они почему-то стали спауниться дальше, чем обычно, да? Ну да, как-то немножко дальше. От чего это зависит, я только не понимаю. У нас тут вдалеке нигде ресурсы не разбросаны случайно, чтобы никто за ними за 3-9 земель не ушел и не напоролся на обратном пути на тараканов. Котина бревна переносит. А вот они, да, недалеко, недалеко. Метеоритный дождь. Прям метеориты тут? Интересные камни, да? Да, все это тоже подлежит изучению. Риск нервного срыва. Так, а что мы можем еще вам сделать из активностей? Можем зайти во вкладку мебель. К сожалению, мы не можем пока построить Дарс. Нам не хватает металла на него, да? Блин, слушай, Кен, вот давай-ка 6 аптечек. Ну, ой. Серьезно, прямо 6 аптечек? А почему у вас нет места для их хранения? Потому что у меня антибиотиков слишком много. Ну, у нас вот тут вот есть свободное место. Выставим здесь медикаменты, пожалуй. И вот на соседней тоже. Я надеюсь, мы в скором времени вот здесь все возведем. И у нас уже коридор будет освобождаться потихоньку. Ракха рубить пошел, а Катина сажать. Слушайте, ребятки, может не надо сейчас? Может быть, вам сейчас всем лучше отдохнуть? Катина, иди отдыхай. Ракха аналогично. Блин, а какая кровать твоя? Вот это же, по-моему, да? Кен, слушай, Кен, дружище. А не хочешь ли ты взять вот эту вот фигню, мишень для стрельбы, и переместить ее куда-нибудь? Не нашел я подходящего места, поэтому, Кен, иди-ка ты спать. Вот это нападение агрессивных животных мы, наверное, сейчас отобьем. Они успеют выспаться. Восполнить запас сил. О, это что было? А, это агрессивный дождь продолжается. Я уж надеялся, что это обломки космических кораблей нам тут прилетают. Сноси грунтовый пол и иди ложиться спать. Тараканы уже прибежали, поэтому Эмилин и Котину мы призываем. Расставляем их на левый и правый фланг, соответственно. А мужики, чё? Кен кушает еще. Поро-по-по-по-по. Ну, приятного тебе аппетита. Ракха как проснется. У него отдых 76%. Ничего себе. Кен, ты не хочешь помочь девочкам? Предварительно доделав соломенную шляпу. Тут не так много осталось, да? Переносит. Что переносит он? А, готовые блюда ты переносишь. Давай шляпу доделывай. Положи ее в шкаф. Ракха по пути, я думаю, ее на голову себе накинет. И уже выходи помогать девчатам. Они тут не справляются. 26 тараканов. 25. Хотя нормально идут. Нормально идут. Ой, ты что, испугался, что ли? Серьезно? Давай, вставай в центре, держи оборону. Кен, ты что? Ракха проснулся. Иди надевай шляпу. Кушай, расхаживайся. Так. А у нас же тут появилась вот тут бейсболочка. Мы можем ее разобрать. Я думаю, Ракха это и сделает. Ну, пока Ракха тут пытался что-то из кожи изобразить. Ребята уже закончили оборону. Отзываем их. Своих мощных ронинов. Блин. В этих солобенных шляпах. Давайте, идите занимайтесь своими делами. Я сейчас вам размечу тут фундамент, чтобы вы могли выйти. Как-то... Ой, я отменил случайно. Вот, каким-то таким образом. Строй, Кен, давай, давай. Строй, ремонтируй. Новый ресурс. Волоконная кожа, наконец-то, блин. И все пошли отдыхать? Вы так сильно устали? Ну что, Шракха, давай, ремонтируй. Потом отдохнешь. Ты тоже спать пошел? Ну, блин, отремонтируй еще кусочек. Че ты? Потом забери вот это по пути. Отнеси обратно. Иди отдыхай. А куда ты... Ага. Ремонт мишени у нас тут. Так, а че ты не постучал молоточком-то? Вот ты странный человек. После сна ребятки отдохнули и отправляем, как задумывал я ранее, Ракху на камень, а Кена на обломки космического корабля. А с девчатами тут все будет посложнее немножко. У нас тут что? У нас тут совсем мало мяска. Надо выделить вот это все. 12 насекомых разделать. Вот этих тоже. Да и этих, наверное. Посмотрим, сколько она вот с этой кучки получит. Я думаю, это будет Эмилин, да? А котина что-то пошла делать? Переносить? Подождите, а что вы переносите? Все, достигнут лимит. Нам больше не нужно. Хватит. Где котина? Куда пошла? Че ты делаешь? Ты прям... Ой, ну... Ну зачем? Ну это же не надо. Иди. Аптечки переносишь. Новый ресурс. Жидкое топливо. Слушай, котина, кем сам справится с переносом этой всей истории? Давай, досаживай каракожник. А мы пока почитаем. Тут обычная простуда у Раки. В последнее время чувствует себя немного нехорошо. Наверное, это просто простуда. Ничего не поделаешь. Но надеюсь, что не перерастет во что-то неприятное. Ну что ж, Ракха, старайся не чихать в лицо другим людям, как бы это актуально не было на конец 22-го года. Мы надеемся, что антибиотики тебе подадут. Если... Подадут, говорю. Помогут, да. Если перерастет что-то в пневмонию, мы тебя подлечим. А если повезет, еще и иммунитет выработаем к пневмонии. Да, заговорился что-то совсем. Рака переносит, котина переносит. А че, каракожник уже досажен, что ли? Котина, че за история? Почему ты посадкой не занимаешься в первую очередь? У тебя же тут... Тебе же навыка хватает. Котин, ты че? Нет, будет ходить за 3-9 земель непонятно куда. Мясо у нас появляется потихонечку, да? 7,9 единиц, так мало. Ну ладно, будем рады хотя бы этому. 7,9 единиц мяса. Это надо получается сразу тараканов разделывать, да? Сколько у них тут процентов? 65. А, ну да. Придется количеством их брать, видимо. Или может быть она собрала мясо, но не донесла? Неясно. Вы, конечно, тут все большие молодцы. Котина, где Котина? Управляет настенный факел. Слушай, ты че такая неуправляемая? Иди сажай каракожник. Что нужно сделать, чтобы ты начала это делать? Блин, так, секунду. Каракожник. Нет неудачи при земледелии 5. При этом... Блин, я не вижу неудачи при земледелии 0. Он не требователен к посадке. Котина, че за история? Почему ты не слушаешь? Что тебе нужно делать? Иди занимайся, блин. Каракожником. Какая-то... Что за необъяснимая штука такая? Она просто не слушается. Блин, может я че-то не так делаю? Ну-ка подождите. В очереди. В какой очереди? Ну давай, допустим. Блин, так, еще раз. Действия. Котина, Юл. Лечение. Сбор урожая. Посадка. Наблюдение. Ну давай уберем ей вообще управление и доставку. Я не знаю. Управляет горном. Мы че, наконец-то нашли металл? Да, 60 единиц. Блин, Кен, красавчик. Где ты есть? Как тебя поблагодарить-то даже не знаю. Переноси быстрее. Слушай, меня котина не слушается, Кен. Может ты знаешь, как это исправить, а? Очередь. Управлять еще три. Блин, ты че? Ну ты не огорчай меня. Ну-ка призвать, отозвать. И чем она будет заниматься? Котина бездействует. Да блин, а как же каракожник-то? Я не понимаю. Может быть у него температурный режим не подходит? Да нет, от минус 30 до плюс 50. Ну? Блин, она упорно меня не слушает. Вообще ей пофигу на то, что я ей говорю делать. Ну я не знаю. А если я выделю вот здесь вот мясо, то ты пойдешь его разделывать? Пойдет. Так, значит дело не в котине, дело в грядках. Может ли у нас сажать каракожник Эмилин? Может. Тогда давайте сравним, что у них по навыку земледелия. Три у Эмилин, три у Котины. Хе. Так. Вот это ребус. Вот это ребус, конечно, ребята. Ну тебе, Котина, в баню? Блин, иди займись полезным чем-нибудь. Наблюдай за пальмовыми кустами, чтобы мы могли их высаживать. А Эмилин пускай занимается разделкой мяса. А нет, да, сначала досажает, пускай, потом уже. Кен с патики пошел. А что ты не хочешь аптечки с собой прихватить? Это же, ну, полезный ресурс. Отдых 9%. Ничего страшного с тобой не случится. Ракха. Гипотермия. О, да, ребята, точно гипотермия. Температуры-то у нас снижаются. Влажный сезон. Насколько я понял, он достаточно холодный. А у нас при этом нету отопления внутри помещения. И нету еще одежды никакой. Мы только шляпы с вами сделали. Так, ну что мы можем? Одежду мы новую произвести пока не можем. У нас еще урожай не созрел. Открытие пальмовый куст. Нифига себе, так быстро выучила. Это обычный куст, который можно срубить на палке. Больше ничего интересного не заметила. Открывается посадка пальмовых кустов для сруба палок. Ха-ро-шо. Выделяем фермы, деревья и кусты. Пальмовый куст. И вот так вот давай. Это в теории нам сильно затруднит оборону, да? Но все равно все животные здесь концентрируются и обходят пальмы. Поэтому не страшно, не страшно. И как-нибудь до воды вот сюда вот. Отлично. И, котина, что ты стреляешь по цели? Давай сажай пальмовые кусты. Блин, да, вот их она может сажать. А че с каракожником тогда не так? Вот ты странная, конечно. Блин, может дело все-таки в каракожнике тогда? Но Эмилин же без проблем его рассаживает. У Эмилин, кстати, риск нервного срыва, и не только у нее. Также и у Катины, и у Кена. У нас только Ракха доволен. Взял топор на перевяз, пошел рубить палки. Доволен, непонятно почему. У него одышка и умеренная боль. Ну да, токсичный пепел. Токсичный пепел, я вам напомню, это такое событие. Вот тут написано, пребывание на открытом воздухе во время этого бедствия вызывает неприятную отдышку и снижает скорость передвижения. Длительное воздействие может вызвать заражение крови. Солнечные батареи дают меньше энергии. Растения растут медленнее, а сельскохозяйственные растения теряют здоровье и урожай. Поэтому, поэтому, Ракха. Ты дорубил? Да, переноси. Ой, а ты палки сначала переносишь, да? Я думал, ты возьмешься за деревья. Ну ладно. Котина сажает каракожник. Дожили. А что тогда было за история? И теперь она бездействует. Слушай, не бездействуй, нужно изучить еще пальмы. Вот за ними понаблюдаем. Интересно, она так же быстро выучит, как и кусты. Пальмы рассадим как-нибудь вот так вот здесь. Они неприхотливы, насколько я понял. Зерно еще не скоро созреет. Хлопок на очереди. Ну и время сна тут, видимо, да, у всех. Ну ладно, спокиноки что ли. Пока ребятки тут спали, я разметил небольшой участочек из дерева. А вот краешек, окантовочку мы сделаем из камня, чтобы визуально нам с этой стороны деревянный фундамент в глаза не колол своим присутствием. Но мне просто кажется, он будет выделяться у нас как бы вот здесь вот камень, там везде камень. Ну и продолжим вот так вот с краешку камнем тоже. А внутри все это закроется напольным покрытием, мы ничего не увидим. Пока ребятки кушают, так же верну Катине все-таки управление с доставкой на троечку. Судя по всему, дело было не в ней, а в грядках. Или не знаю, или все-таки в ней, не понимаю. Но верну, чтобы она тоже на автомате могла ресурсы таскать туда-сюда, да и факела заправлять, почему бы и нет. И раз уж Ракха достроил здесь... Это же Ракха у нас строит, да? Да. Деревянный фундамент пускай еще вокруг вот эту окантовочку делает. Блин, надо было шифт зажать. Вот так. Хорош. Также мы сразу разместим здесь напольное покрытие. Ой, мы можем даже из кожи... Откуда у нас кожа? У нас есть кожа. Волоконная кожа. Но мы здесь каменную брусчатку сделаем вот таким вот образом. И пока что нам камня вроде как бы хватает. Кен сильно буйствует. Давайте используем кожу, которую он сделал. А, нужно еще 10, да? Ракха уже убежал куда-то далеко-далеко. Ну что же. Ждем пока Кен закончит свою депрессию. Перемотаем это. Заставим его сделать еще немножко кожи. И пускай делает боксерскую грушу. Так у нас появится еще один вид досуга. И в теории должен снизиться риск этих нервных срывов. Потому что уже появится какое-то разнообразие. Нервный срыв у Катины. Плохо. Очень плохо. Так, Кен, ты куда пошел? Собирать ресурсы? Не-не-не-не-не. Давай боксерский шест. Отлично. Молодец. Какой ты молодец. Идешь спать, да? Так. А с пальмой у нас что, Катина? Я понимаю, что у тебя нервный срыв, но... 77%. Ну неплохо. Блин, я проглядел. Надо было Ракху проконтролировать, чтобы он по пути что-нибудь забрал. Либо дерево, либо... Тут уже камень должен валяться. Он же что-то добыл, наверняка, нет? Обычная простуда. Легкое заболевание. Ей нужен антибиотик. У нее тоже теперь нервный срыв. У девочек. У обоих начался нервный срыв. О, Кен получает плюс 18 за удар кулаком по груша. И это его любимое занятие. Хорошо, обычная простуда. И отдышка еще. Блин, слишком много они работают на улице. Надо было этот момент проконтролировать, конечно. Катина доизучает пальму, и пускай изучает еще и грибочки. Вот так, да. Ой, Эмилин, смотри, что у нас тут. Давай, готовь. 39. Это еще на 3 порции, да? Ну-ка, она сейчас сама пойдет собирать урожай или нет? Она управляет горном? Зачем? Блин, ее еще и тошнит от этого. Агрессивные животные, 35. Ой, что-то вы далеко. Так, 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 так. Кен собирает ресурсы отмена. Вот эти камни тоже пока что отмена. Призвать, отозвать. Ага. Один так пошел спать. Рак у нас депрессняк. Эмилин готовит. Открытие пальма. Хорош! Я надеялся найти какие-нибудь съедобные плоды, растущие на пальме, но, к сожалению, этого не произошло. Дерево дает маленькие яркие плоды с твердой скорлупой и очень горькой сердцевиной. Я лучше зарою их поглубже и забуду этот вкус. Открывается посадка пальм для добычи древесины. И мы можем сразу разметить так на будущее пальмы. Ой, как замечательно, всего 2 на 2 им нужна площадка. Но в любом случае много-то не мало, поэтому увеличиваем поле. Вот до таких примерно. Вот до таких размеров. Далее перед нападением отправляем всех спать. Да, они и сами пошли с удовольствием. Ну, кроме Раки. Блин, как бы он при своем нервном срыве куда-нибудь за пределы дома не ушел. Нужно снести грунтовый пол, и Кен нам в этом поможет пренепременнейше. Хорошо, что у них хоть плюс есть от того, что они в отдельной спальне спят. Эмилин и Катина прям вообще сдружились, судя по всему. Они вдвоем лупасят грушу. Плюс 18 к настроению. Да, плюс 18 от ударов кулаком. И минус 18 из-за леденящего холода. Здесь леденящий холод. А почему у нас внутри минус 3? Блин, да, у нас внутри минус 3. И что мы можем с этим поделать? А снаружи уже минус 7. Что мы можем с этим поделать? Что мы можем, что мы можем? Мы можем разметить. Блин, печки это, конечно, хорошо, но я же понимаю, что вам нужна мишень. Вот я коридор хотел для вот досуга. Ох, блин. Ну давайте он будет дартс висеть в этом столовой. Кен гуляет. Ой, Эмилин, иди, я не знаю. Делай что-нибудь еще. Я лучше вот Кена назначу. Пускай мишеньку строит. Готовый металл Кен взял прям из горна. А что тебе еще не хватает на горн? Ой, на дартс. Это ты что взял? Или это ты отнес просто? Подождите, что это такое? А, это синтетическая ткань. Ну ладно. Ничего страшного. И наконец-то повышение уровня стройка. Теперь он может деревянные конструкции возводить. Хорошая замена. Если Ракха будет чем-то занят, опять же, Кен сможет нам помочь. А кстати, Кен теперь может и это строить, получается, да? Пока Ракха спит. Или ты решил, что тебе нужно крафтом заняться? Да, молодец. Занимайся им. Эмилин пошла сажать пальмы, открыла дверь, а тут 35 богомолов. Блин, я в смятении, ребятушки, в небольшом. Потому что в качестве отопления мы можем использовать и камины, и отопительные печи. Но если опираться на мой опыт прохождения в зеленом регионе, отопительные печи гораздо эффективнее, чем камины. И, соответственно, нам либо подождать, пока мы успеем сделать какие-нибудь штаны, куртки и так далее. Если мы, конечно, успеем до того, как все это начнет исчезать по мере испорченности. Потому что когда вот здесь прочность падает до нуля, вещь просто исчезает, ломается. Мы можем рискнуть и подождать, когда мы изучим волоконную броню, но это два дня. Нет, наверное, это глупость какая-то, да? Это глупо. Давайте просто подождем и каждому из наших ребят поставим печь в комнату. А пока Катина и Эмилин пускай отбивают нападение. Ракка, ты что там делаешь? Где ты есть? Ты спишь? Ой, блин, слушай, дружище, давай-ка ты поможешь девчатам. Чем быстрее отобьем нападение, тем быстрее... Ой, подожди, Ракка. А зачем ты там нужен? Успокойся, тебе это не надо. У тебя тут вон что есть. Каменную брусчатку или деревянный пол. Да, займись лучше стройкой. Дерево у нас пока здесь хватает. 220 единиц. А, да, часть дерева же у нас снаружи валяется, да? Ну, класс. Опасная гипотермия у Эмилин. У нее какой... У нее куртка исчезла, или мне показалось? Она в рубашке ходит у нас, да? Слушай, а что у тебя за гипотермия такая? Ой, уже тяжелая температура тела 33,9. Так ты скоро откинешься, подруга? Ну-ка, давай-ка, иди-ка в кровать. Ракха, знаешь, что нужно? Нужно срочным порядком вот так вот поставить ей отопительную печь. Пускай она спать идет. Давай, Ракха, как-то пошевеливайся. Я не хотел бы, чтобы она откисла. Блин, что ты делаешь? Просто строй печь. И заправляй ее. Вот, теперь у нас... Внутри... Внутри теперь у Эмилин будет получше. Температура сейчас начнет расти. И гипотермия теперь умеренная. Да, хорош. Но нам же нужно и остальных, ребят, так спасать, выручать. Да, мне кажется, еще четыре печки по одной в спальные комнаты. И одну где-нибудь... Блин, вот... На место Дарца бы печку воткнуть было бы неплохо. Ну, ладно. Катина без сознания очень устала. Блин, я проморгал этот момент. Кен, ты можешь ее отнести? Не можешь. Ладно, подождем, пока она проснется. Заменим ее кем-нибудь. Наверное, Эмилин. У нее обычная простуда. Все, Катина, иди отдыхай. Сама пошла. Хорошо. Ракха и Кен. Давайте, идите, защищайтесь. Ой, я их отозвал. Кен сюда. Ракха сюда. Эмилин отдыхает. У нее че? Вот, все, 37. Хорошо. Пускай заранее приготовит мясной суп. А еще лучше, если бы ты горны все снабдила. Требуется топливо. Ну-ка, наплавь-ка нам металлов. Кен. Блин, как ты не вовремя... У тебя сломался лук. Иди, я не знаю, сюда внутрь. Так, Катина, где ты, где ты есть? Скидывай свой лук. Ничего. Давай, давай, снимай оружие дальнего боя. Как можно быстрее. Ой, а ты че убегаешь-то, Эмилин? Токсичный пепел тут еще. Плавь металлы дальше. Нам нужно больше металлов. Катина, иди отдыхай. Кен, отозвать тебя. Снаряжай лук. Молодец. И иди помогай Ракхе. Вот таким вот каким-то образом. Ну и дальше теперь можно спокойно это все дело скипать. Ну, успешно отбили. Ребята отдохнули, поспали. Нужно восполнить баланс палок опять. Дерево. Перетащить камень. Да, дел, короче, куча-муча. Но я хочу в этой серии достроить вот эту вот историю всю. Рака сейчас мне в этом поможет, конечно же. Только для начала, дружище, тебе бы неплохо было бы отремонтировать вот это все, чтобы остальные могли выйти. Ой, а мы теряем урожай. Уже аж 310 единиц он у нас портится. Как же не вовремя, блин, ну вот... Подождите, а Эмилин куда пошла? Ой, то есть котина. Вы спать пошли? Серьезно? У вас же отдых прям максимальный. Идите собирайте, блин. Урожай, вы че? Или одна пальма пусть сажает, вторая собирает урожай. Че вы как, не знаю. Давайте исследуем. Ну давайте, что это? Время путешествий. Поднимите воздушный шар высоко и осмотритесь в поисках точек интереса. В результате могут быть открыты новые места для экспедиции. Каждое последующее исследование будет занимать больше времени. Читал я уже, кажется, у меня фундамент готов. Камень где? Где камень? Вы его не перенесли. Ой, ребята. У вас же с отдыхом все в порядке. Кен, все, давай, заканчивай. Иди за камнем. Где тут камень валялся? Или... Вот он валялся. Валяется, да? Вот это все, иди добывай. Рака аналогично. Вот тут то, что есть, тоже иди добывай. Или, Кен, добывай. Рака перетаскивай, не суть, мне не важно. Давайте, 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 шевелитесь. Котина. Блин, ну так мало ткани. Это, конечно, прям беда. 22 единички всего у нас. Вот это вообще не дело. Весь урожай погиб. Это означает, что мы еще дольше будем идти к новым вещам. Ну ничего, мы выйдем из ситуации. У нас есть каракожник. Небольшое количество. Мы сделаем себе броню из него. Или там что-нибудь из синтетической ткани. Ну сейчас придумаем что-нибудь. Пальмы уже почти все высажены. Замечательно. Кен, а ты что? Ага, вот и камень появился у нас на складе теперь. Вот он, да, лежит. Теперь можно размещать. Котина земледелия до 4 улучшила. Хорош, котина, хорош. А ну-ка, каменную комнату вот. Раз, два. И крышу сюда. Ну вот. Теперь хотя бы что-то законченное. Квадратная будка, но, блин, какая есть. 37 всего единичек. Ё-моё, так мало, так мало, а. А мы выкрутимся обязательно. Так, сейчас еще за Эмилин понаблюдаем. Она парочку пальм, да, посадит. И, 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 и. Нет, забери вот эти вот кожистая кора 50 штук целых. Забирай с собой. А котина. Вот, и котина теперь высаживает новую порцию хлопка. Ну мы выходим на новый уровень потихоньку. Если бы еще котина грибы успела изучить, было бы вообще супер. Но это, видимо, где-то в следующей серии. А че у нас гроза началась? Я ж громоотводы изучил, но до сих пор их не поставил. Ой, Паша, Паша, какой ты иногда толстолобый. Надо все запомнить, но эти волны, если честно, сильно отвлекают. Ой, Кен, ты спать пошел? Ну так забери по пути камушек. Ну вот, целых 45 единиц камня. Че ты? Нормально же. Отдыха тебе хватит до дома дойти. Правда, путь, опять же, ты выбрал какой-то странный. Горн гроза повредила. Блин. А че вы горном, кстати, не управляете? Блин, ребята, вы меня иногда так неприятно удивляете. Как-то вы то управляете горными, то не управляете. Хорош, Ракха. Закончил стройку у нас тут. Целая комната теперь готова. Можно размещать вот здесь вот все вокруг, ставить громад воды, подготавливать платформу для будущих, как они, не опоры, лэп, а для электрических столбов, в общем. В этой серии нормально так работнули, закончили постройку, собрали первый урожай, который наполовину погиб, зато высадили новый, высадили пальмы, добили корокожник, у нас тут прям выходим на новый уровень. Еще и камушка немножко Кен сейчас принесет. Какой молодец, а! Какой ты временами молодец! И начали изучение грибов. Ой, котина, тоже под конец, так приятно удивляешь. Я прям за вас рад. Жалко, что это, конечно, периодическое явление, потому что иногда вы тупите... прям как я. Ну ладно, всем большое спасибо за просмотр, на этом мы сегодня серию, пожалуй, закончим. Естественно, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте фидбэк в комментариях. Ну а с вами был Павел, всем вкусного чая и добра! Субтитры сделал DimaTorzok